Всем привет, всем здравствуйте! С вами снова Ярослава Геринг и наше экстрасенсорно-парфюмерное видео. Сегодня у нас будет распаковка. К чему это все? К тому, что у меня был день рождения, и я ездила в Париж, мой муж меня отвез в Париж, и, естественно, подарок это не только поездка в Париж, но и поход по парфюмерным магазинам. Мы с ним были в галерее Lafayette, потом еще там рядом какой-то огромный такой магазин. Я никак не могу вспомнить, как он называется на французский манер, поэтому я просто скажу, что это был большой магазин, где продаются всякие разные бренды, ну типа Lafayette, там все рядышком. Кто был, вы знаете. Ну, меня что-то понесло по бренду Stefan Humbert Luca 777, и думаю, дай-ка я себе в свою коллекцию несколько штучек-то приобрету. Ну, и к моему дню рождения еще присоединились мои коллеги по работе, и они тоже мне подарили те парфюмы, о которых я мечтала, которые я хотела. Поэтому у меня сегодня будет такое видео, где я буду распаковывать или покажу вам распаковку всех моих подарков. Так, сейчас вы увидите здесь где-нибудь распаковку двух первых парфюмов. Я не смогла удержаться, и прямо в Париже распаковала два аромата. Ну, распаковала и распаковала. Все равно вы эту распаковку увидите, мне самое главное показать вам ароматы. Так, первый. Первый это Wish Come True. Ох, как он мне понравился. Там столько было этих парфюмов. Но вот надо было что-то выбирать, одно или два, и поэтому я бы и больше взяла. Ну, ладно, пока остановимся на этом. Итак, вот он, красавчик. Боже мой, какой он красивый. Флакон просто обалденный. Единственное, что надо немножко его протереть, потому что все-таки он как заляпывается. Заляпывается вот эта вот пластиночка такая металлическая. Ее, в общем-то, очень легко ляпнуть каким-нибудь там, я не знаю, пальцем или еще чем-то. Ладно. Красота 50 миллилитров. Очень жаль, что они продают все по флаконах по 50 миллилитров. Я бы взяла себе литр, наверное. Так, попробуем. Я его уже пробовала, потому что, ну, естественно, в магазине, чтобы взять. И потом, когда распаковала, я носила, потому что моему мужу было очень приятно. Вот он мне купил такие парфюмы, и я их, естественно, должна была носить. Но с самого начала я ему сказала, ты меня снимай, когда я буду их распаковывать, чтобы показать своим любимым зрителям. Так, о чем? Ох, красота! 2017 год. Парфюмер Стефан Умберт Лука. Верхние ноты Иланг-Иланг, Танжерин и Бергамот. Средние ноты Ладен, Лабдану, Жасмин и Тубероза. И в базовых нотах Ваниль, Серая Амбра, Мускус, Сандал Ут и Лаоский Ут. Это нежность. Это нежность. В нем, наверное, больше жасмина, чем Туберозы. Очень стойкий, смоленистый, амбровый, очень притягательный аромат. Вы знаете, я им брызгала на волосы и подволосы, и он такой давал шлейф, невероятно красивый. Знаете, что мне это напомнило? Мне это напомнило работу с энергией. Сейчас я вам объясню. Вы же знаете, что я экстрасенс, я медиум, поэтому все то, что связано с экстрасенсорикой, мне очень нравится. Естественно, это моя работа. Так вот, что я здесь слышу по энергии? Потому что для меня это именно энергия. Ну, такая энергия в шлейфе. Что это значит? Вот представьте себе, что каждый человек оставляет за собой энергетический след. И экстрасенс идет по этому следу. Например, он может зайти в какое-то помещение и почувствовать, какой человек оставил какую энергию, и что за информация содержится в этой энергии. Что-то в этом помещении было позитивного или негативного. Все это чувствуется. Что за люди там были, о чем они разговаривали. То есть для меня этот аромат, он именно про то, что это энергетический след, оставленный человеком. И экстрасенс вот идет по этому следу и пытается понять, в каком он был настроении, что он проживал в этот момент. Потрясающий, красивый, очень вкусный. Так что очень рада, что он будет в моей коллекции. И, надеюсь, станет одним из моих любимчиков. Следующий аромат... Так, сейчас сначала это запакую. Следующий аромат... Это пантея ирис. Там была просто пантея. Но она для меня не то, что она была простовата, а, ну, наверное, менее громкая. Мне почему-то очень захотелось громких ароматов. И вот пантея ирис. Боже мой, посмотрите, какой красивый. И, кстати, этот флакон, вот голубой именно, с белым, вот это вот оформление, очень подходит этому парфюму. Я... Что я в нём слышу? Что я в нём слышу? Он очень понравился мужу моему. То есть, если первый парфюм взяла я, то моему мужу понравился этот. Не потому, что он какой-то немножко в ретро уходит. Хоть муж мой и старше меня на несколько лет, но он... Не то, что ему ретро нравится. Кто-то в нём слышит ретро. Для меня всё-таки нет. Для меня он так немножко осовремененный, немножко запудривается. Вот сейчас я вам расскажу про ноты. 2019 год. Ирис, танжерин и бергамот. Ирис, фиалка и жасмин в средних нотах. И в базе идёт табак, бобы тонко, белый мускус и сандал. Вот, наверное, даже хорошо, что я так особо не слышу сандал. Я очень хорошо слышу ирис и фиалку. Этот аромат для меня холодный. В экстрасенсорике есть такое выражение холодное чтение. Это значит, что это даже не экстрасенсорика, а ментализм. Когда человек наблюдает за другим, за его поведением, за его мимикой, за его позой и делает для себя какие-то выводы. Так вот, это для меня холодное чтение. Здесь ирис очень холодный. Его пытались согреть табаком, бобами тонко, но всё равно он звучит очень холодно, отстранённо. Здесь нет эмоций. То есть, если в экстрасенсорике, когда мы входим в контакт с энергией другого человека, мы слышим его эмоции, мы проживаем иногда эти эмоции на себе. Но здесь это чисто голова. Я за тобой наблюдаю, я смотрю за твоим поведением и делаю для себя какие-то выводы. Холодное чтение. Очень красивый аромат. Вот такой вот он холодный и прям ледяной. Очень хорошо передана вот эта вот цветовая гамма. Очень-очень-очень красиво. Далее, далее это уже мне коллеги подарили по работе. И сейчас мы этот аромат с вами вместе откроем. Я его очень-очень ждала. Это Lady White от Shake Collection. Так, не хочет открываться. Нет, вот пошло-пошло-пошло. Shake Collection. И... Ой, какая красота! Какая красотища! Вот он. Наконец-то, наконец! Белая линия. Так, открывайся. Вот он. Ой, божешки мои! Какая же это красота! Какая же красота! Вот он, новенький-новенький-новенький. Посмотрите, какой красивый белый. Здесь, конечно, белые цветы. Ну, я на них и рассчитывала. Я очень люблю туберозу. И здесь тубероза... Очень яркая. Аромат очень стойкий. Я когда им набрызгалась в магазине, один раз попробовала. Ох, он на мне очень долго звучал. Здесь такая тубероза с зеленцой. Вот это мне нравится. Это новый аромат 2022 года. Восточно-цветочный. Что у нас здесь есть? У нас тут цветок апельсина, жимолость и мандарин. Тубероза. Магнолия и жасмин. Белая кожа. Белый мускус и амбра. Тубероза очень четко звучит. Он очень громкий. Он на мне сидел сутки, этот парфюм. Я его, конечно, буду носить и весной, и летом. Мне кажется, что на все времена года. Я пока ему не придумала, ну, не увидела что-то в нем экстрасенсорного. Мне просто очень понравился запах. Очень понравился запах. В моей коллекции не обязательно должно быть все экстрасенсорное. Ну, и то, что согревает, так сказать, мою душу, то, что мне нравится. Вот это вот зеленца. Это мандарин, скорее всего. Вот мандарин я слышу. Кожа. Вот кожа, да, но не сразу она появляется на блотере или на коже. Вот не сразу. Она постепенно, постепенно, вот в конце, когда звучание этого аромата уже подходит к концу, вот очень слышна кожа, и даже, могу сказать, более замша. Мне более замшево. Белый мускус и амбра. Амбра в конце, она очень хорошо звучит. Вот когда уходит тубероза, остаются последние нотки. Вот очень-очень красиво и очень хорошо. Если я найду применение, экстрасенсорное применение вот этому аромату, я вам об этом обязательно расскажу в каком-нибудь из следующих видео. Следующий аромат, который я тоже уже распаковала, потому что не удержалась, не удержалась. Это тоже из коллекции Шейк. И называется Веном Инкарнат. Красотища, красотища. Красный. То есть теперь у меня есть белый, красный флакон из этой коллекции змей и чёрный. Чёрный у меня был самый первый. Я его уже давно купила. Но как он только вышел, так я его и взяла. Такой тёмный. А это уже совершенно другая история. Это у нас, что ни на есть, клубника в карамели. Во всяком случае, я это так слышу. Для меня это гурманский аромат. Это земляника, это клубника. Так, что у нас здесь заявлено? Это 22-й год. Земляника и клубника в верхних нотах. Карамель и ежевика. В средних, вирджинский кедр, малина и корица. И в базе аккорд русской кожи, пачули, бобытонка и ваниль. Мне он доставляет неописуемую радость. И могу сказать, что он действительно такого красного цвета. Вот под мои ногти как раз. Экстрасенсорного не знаю. Не знаю, так особо не нашла. Но он мне доставляет радость. Он пахнет даже каким-то муссом. Мусс называется, да? Клубничным муссом такого розового цвета. Ой, красивые! Карамели, все. То есть это и на лето, и на зиму. Красота! Добро пожаловать в мою коллекцию. Ой, какой красивый парфюм! Произведение искусства. Не только то, что внутри, но и посмотрите, как он выглядит. Это, конечно, что-то невероятно красивое. Но это еще не все. Дело в том, что когда я была в городе Парижу, и когда мне дали пакетик с моими двумя ароматами, которые мы там купили, там были еще и пробники. Один я уже подарила. Один я подарила, не удержалась. И осталось у меня три. Вы посмотрите, какая красота! Здесь сколько? 5 миллилитров, по-моему. 5 миллилитров. Очень красиво сделано. Такая миниатюрка подарочная. Вот она. Я ее уже немножко поносила. Ее, его, этот парфюм немного поносила. Называется он... Сейчас я скажу, сейчас я расскажу. Здесь почему-то не написано. Вот, с этой стороны должно быть написано. Нет. Так, а где надпись? Только на флаконе. Хорошо. Исра и Мирай. Исра и Мирай. Когда я его попробовала в магазине, мне он так понравился, что когда меня спросили, какой я хочу пробник, я указала на него, потому что я очень хочу его разносить. Он сладкий. Он сладко-амбровый. 2019 год. В верхних нотах мускатный орех, корица, мандарин и бергамот. В средних нотах гелиотроп, османтус, пой в базе, ваниль, серая амбра, белый мускус, сандал, ут, пачули и кожа. Он очень позитивный, он амбровый, он тёплый, он обволакивающий, невероятно красивый парфюм. И знаете, что он мне напомнил? Вот я провожу сеансы. Сеансы, которые в основном проводят экстрасенс, это сеансы, связанные с какими-то проблемами человека, или это медиумический сеанс, где нужно войти в контакт с духовным миром, с умершими людьми. Это какие-то наставления, например, от наставников наших духовных. Или это прочтение ауры и так далее. Но когда экстрасенс заглядывает в душу человека или в его энергию, он, конечно, вытаскивает достаточно много количества грязного белья. Но человек должен уйти от экстрасенса вдохновлённый. Всё равно в чём-то плохом нужно всегда найти хотя бы какую-то капельку хорошего. И чтобы человек уходил с поднятым настроением, или чтобы у него была возможность потом работать над собой, нужно дать ему какой-то инструмент для того, чтобы ему не казалась жизнь такой серой. Поэтому когда человек от меня уходит, улыбаясь, хотя мы разбирались с кучей всяких разных проблем, но он уходит с советами или с какими-то, не знаю, может быть, я практику какую-то проводила, и он уходит удовлетворённый, с надеждой на будущее. Вот для меня так пахнет этот аромат. Когда у человека из плохого вот раз всё-таки нашли что-то хорошее мы в этом. То есть, несмотря ни на что, прекрасное будущее. Здесь специи, здесь много специй, но такое ощущение, что вот эти вот специи, которые могут представлять собой наши какие-то проблемы, они расплавлены в молоке. И вот в тассе становится как-то всё хорошо, спокойно, так что можно и не волноваться. Вроде как есть какая-то горчинка, а с другой стороны, вроде как и решение проблемы уже найдено. Вот такой для меня этот парфюм, и я думаю, что, скорее всего, он появится в полном объёме в моей коллекции, потому что это, конечно, красота. И ещё два парфюма. Видишь, что я в магазине была вместе с моим мужем, дали два мужских пробника. Я их разнашивала. Поскольку муж мой не очень интересуется парфюмерией, а мне и мужские ароматы тоже заходят, поэтому здесь один мужской, а другой всё-таки, я думаю, что это унисекс. Да, они вообще все, конечно, унисекс. Так вот, это два парфюма, которые для меня это мак и экстрасенс. Где-то там эзотеризм пораскакивает, ну, сейчас я вам расскажу подробно. Первый аромат – это Black Jamstone. Это чёрный камень. Вот представьте себе мага, такого серьёзного человека, взрослого, не какого-нибудь там подростка, который интересуется эзотерикой. Нет, этому магу он может быть 50-60 лет. Но если по эзотерике смотрим, то есть это должен быть человек, у которого уже очень много знаний. Это именно маг такой, состоявшийся. У него чёрный камень на перстне, заговорённый. Так вот, этот камень, он магический. Он участвовал в разных ритуалах вместе со своим хозяином. Что у нас здесь есть? В 2013 год В верхних нодах – кедр и лимон, в средних – смолы и мирра, и в базе – тиковое дерево, алибанум и бобы тонка. Он очень статусный. Он очень статусный, очень сильный этот аромат. Он действительно повторяет силищу человека, который занимается эзотерическими, но и духовными практиками. Потому что здесь маг, который не делит магию на белую, на чёрную, на красную, серую и так далее. Для него магия – это знание. Он очень уверен в своих силах. Алибанум часто даёт запах ладана. Чувствую, что здесь много разных эзотерических дисциплин. Очень красивый аромат. Он тёмный. Этот аромат тёмный. Сам по себе будет действительно как чёрный камень, как его и назвали. А второй аромат – это называется 2022 Generation Home. То есть это для мужчин. Есть ещё у них 2022 Generation Woman. Но это мужской. Так как дали всё-таки моему мужу. И здесь тоже я слышу зов эзотерики. Здесь много УДА. 2013 год. В верхних нотах чёрная смородина, юзо и мята. В средних нотах УД. И в базе тоже УД, перуанский бальзам и пряности. Здесь такая эзотерика, медиумическая на мой нос. Да, немножко медиумизма. Такой тёмный. Это какая-то даже медиумическая работа на кладбище. Потому что здесь УД и смолы. Вот такое всё земное. Такая сырая земля. И церковь. И церковь где-то стоит. Ой, красота. Чёрная смородина. Она всегда даёт вот чуть-чуть котиков. Здесь так особо кошек нет. Но вот связано это всё-таки с какой-то чертовщинкой. Два аромата потрясающих. Если кто меня смотрит, вы мужчина, или вы хотите сделать хороший, дорогой подарок мужчине, который занимается эзотерикой, присмотритесь коллекции Стефан Умберт Лука вот именно к мужской линии. Мужской линии и унисексу. Потому что там вы сможете найти для себя что-то очень интересное. Спасибо вам за просмотр. Желаю вам новых открытий в экстрасенсорике, в медиумизме, в эзотерике. Делитесь вашими знаниями под этими видео. Будет очень мне интересно узнать, а вы с какими практиками или с духовными дисциплинами можете ассоциировать тот или иной аромат. Спасибо. Всем пока и до встречи.